За решеткой металлического забора Жамбалова сразу встречают журналисты. Так много их здесь не было с первого заседания. Первых слов обвиняемого ждали почти два часа из-за ходатайств адвокатов. Но стоило начать, сразу появились вопросы. Я этой репутации друга не хотел. Мараде сразу предложил следователям, чтобы оформили на меня, как будто я за рулем был. Вы свою вину признаете? Нет. Как вся компания оказалась на катакеле, уже известно. И что Праду Жамбалова по документам ему не принадлежит, тоже. Оказалось, что и страховки на авто не было. Но причина, по которой обвиняемый попросился в Туарег, все же удивляет. На каком основании мы передали управление чужого автомобиля Телосян? Не знаю, законно или незаконно. Сели, поменяли, поехали. Мы сматривали машину Телосян. Я в нее садился. Там она такая последняя или предпоследняя комплектация. Там даже массаж есть на кресле. Туарег-то ни разу с такого расстояния не видел. Потом я говорю, давай я попробую на твоей машине. Сел рядом с сыном. Кресло уронили. И такой там большой дисплей мультимедийный. И он мне включал там разные варианты. Там где-то поясница, там шея, там чуть ли не голову. Уснул в дороге. Звонок разбудил меня телефонный. Я посмотрел, звонит Телосян. Он позвонил, сказал, возвращайтесь обратно. Ну и ничего не объяснил. И он опять позвонил. Сказал, я совершил ДТП. Мы развернулись, поехали. Вы после этих звонков-то как-то оживились? Да нет, я серьезно с ним не предполагал. Я лежал, мы ехали. Ну, понятно. Почему вы, являясь госслужащим, один из руководителей республики, не сообщили о ДТП? Полиция, больнина. Когда Пилосиан приехал, он сказал, что позвонили. Массаж в новом авто оказался слабостью опытного политика. Зато потом пришлось буквально устроить экстремальную экспедицию. Ну, если верить словам Жамбалова. От сообщения от ДТП и до явки в полицию. Ничего добавить. Прежде чем отъезжать оттуда, мы сына с церендаржием отправили на место ДТП. Посмотрели, там может чем-то помочь. А, мост я увидел. И подумал, что это отворот на Корынск. Я говорю, давай сюда. Ехали, ехали. И машина не завелась. Пошли обратно. И я звонить Александру. Успел позвонить, и телефон сел. Они не могли этот поворот наш найти. И мы вот эти вот сколько километров шли пешком. И Ласян несколько раз упал. Стукнулся головой. Я там поднимал его. А Хунгеев, он вообще отстал. Мы там ждали его. Я телефон вот прямо сюда, по-моему, затолкал его. Телефон грел. Это айфон. Он сразу на морозе садился. Когда телефон отогрелся, позвонили. Они снова вернулись. Мы сели и поехали Турентаеву. Стоп. Сейчас очень важно. Мы даже не будем говорить о том, что машина заглохла в 6 километрах от трассы. И что от Батурина до Турентаева 25 километров. Вот что говорил Жамбалов в первые дни после аварии. На двух машинах. А вторая машина вернулась. Посмотрел, там уже стояли люди. Развернулись. Мы вот вторая машина и поехали в сторону другого села. И вот они снова позвонили, что машина заглохла. Мы приехали, быстро этот отворот нашли. Они пешком пошли навстречу. Выходит, Жамбалов искал самого себя. Но, учитывая общее время, еще дольше пришлось искать полицию в Турентаево. А вот вы говорите, видели деревню, да? Ну, как бы огни деревни, да? Когда с сыном-то ехали. Вы почему в эту деревню-то не поехали? По хорошей дороге, по асфальту. Зачем в поляк куда-то поехали? Я вот, но кто знал-то. У вас был контакт целого главы района, да? Почему вы, ну, поехали опять на удачу искать полицию? Почему вы не обратились к нему, не позвонили ему? У меня же по-моему, телефон севший был. В 19.44 вы уже там исходящую телекану активно осуществляли. Церендажи. Где вы зарядили тело? Еще где-то в поле, наверное, должны были идти. Я вот сюда. И он зарядился? Нет, он как бы оттаял? Ну, бывает. Но изменились у Жамбалова не только воспоминания о том вечере. Отношение к Пелосяну тоже внезапно охладило. Хотя столько связывало. Пелосян, он тоже друг, товарищ мой. Вы с Семеновым обсуждали ДТП более 120 секунд, а с Пелосяном 13. А вы мне не интересовались вообще? Ну, как так? Ну, это же любая реакция нормального человека. Еще он нужен, наверное, чтобы уточнять. Какие у вас вообще взаимоотношения с Пелосяном? Можно сказать, что вы друзья? Мориски знакомые. Он на вы вас называет? Но он всегда меня по-моему, обществе называет. Вопрос в лоб. Госконтракты заключали с фирмой Пелосяна от имени муниципального. Да, не очень. Мы выигрывали, да? Да, подождите. Какое отношение имеют по-настоящему разбирательные? Мы оценили показания Пелосяна. Напомним, Пелосян продолжает утверждать, что он сбил насмерть Галю Бурчевскую. Ну и напоследок еще пару интересных фактов. Что у вас наследие стало? Нас возили в центральную районную больницу. Дули вот это вот. Дышали в трубку? Да, да, да. И приседания, потом носу. Мочу кровь не брали? Мочу кровь не брали. Она 0,0,0 показала и все. Был осмотрен ваш телефон. Так оказалось, что с 26 декабря 2019 года по 13 января 2020 года все соединения отсутствуют. Куда они делись с телефона? У меня как бы телефон, ее память самая маленькая. И я после каждой это смс или что-то отправляю, сразу стираю. Будучи вторым лицом в народном хурале, Баир Владимирович не мог себе позволить дорогих покупок. На машину ему миллион дал дядя жены, а вот на телефон уже никто не добавил. Вопросы не хочется задавать, потому что бессмысленные ответы будут. Если бы он говорил, что да, он был за рулем, я бы еще как-то что-то попытался. А если человек себя выгораживает, зачем ветер гонять? Не стал отец погибшей и отвечать, почему отказался от многомиллионных исков о моральной компенсации к Жамбалову и Пивосяну. Судебный процесс ставят на паузу до 20 апреля. Нужно перевести с английского часть документов из Прада, а затем финишная прямая. Сергей Смоленинов, Виктор Немаев, телекомпания «Аригус».